20 человек погибли и 5 пострадали. Таковы последствия пожара, который вспыхнул в одном из торговых центров Наринмара. В регионе завершились одни из самых масштабных всероссийских учений МЧС. Они проводились в три этапа. Спасатели отражали удары стихии, техногенных аварий и пожаров. Главная задача – отработать действия на случай серьезной чрезвычайной ситуации. Утром жители города снова разбудили сирены. По замыслу загорелся крупный торговый магазин. За ходом учебно-спасательной операции следил Олег Хатанзейский. Третий день вся страна от Камчатки до Калининграда живет в режиме чрезвычайной ситуации. Чуть ли не впервые МЧС проводит учения такого масштаба и продолжительности. Каждому региону было предложено самостоятельно определиться с легендой учений. В Ненецком округе проверяли, как быстро местные спасатели способны отразить удары стихии и пожаров. По легенде возгорание произошло в торговом центре «Радуга». Это конечная остановка города Наринмара. Известно о нескольких пострадавших. Сейчас на место ЧП отправляются наряды скорой помощи, полиция, МЧС, спасатели и газовая служба. Площадь возгорания – 350 квадратных метров. В здании заблокированы люди, спасатели, которые внутри сообщают по рации. Есть погибшие и пострадавшие. Всего 25 человек. Огнебурцы оперативно организовали эвакуацию работников и посетителей торгового центра. А затем быстро ликвидировали очаг возгорания. Во время пожара погибли 20 человек. Но это всего лишь по замыслу. Зато достигнута главная цель. Благодаря слаженной работе в непростых условиях все участники тренировки проявили четкие действия. Все службы сработали на оценку «Хороша», «Экстренные», как поселка Искателей, так и города Наринмара. Все пожарные расчеты прибыли вовремя. Уложились в тех регламент. А вот работников торгового центра об учениях никто не предупреждал. Поэтому многие, увидев пожарных в масках, пребывали в шоковом состоянии. Тем не менее, продавцы и покупатели сказали, что готовы терпеть временные неудобства. Они лично убедились, во время невымышленного ЧП спасатели обязательно придут на помощь. Олег Танзейский, Роман Делимарский, Андрей Котов, Телеканал Север.